Мужчина нашел в лесу раненого волка и несколько часов нес его на руках, пока не добрался до ветеринара, но никто не ожидал, что произойдет дальше. Дмитрий жил в маленьком сельском городке на Аляске. Он родился в этом городе и прожил там всю свою жизнь, и у него было очень счастливое детство. Часто родители уводили мальчика в окрестный лес, где они могли гулять часами напролет. Однако одним из любимых занятий Дмитрия, когда он гулял с родителями, было выслеживание неуловимых волков. Мальчик мог часами идти по следам диких собак, просто чтобы хоть мельком увидеть этих величественных существ. По какой-то причине Дмитрий считал их одними из самых красивых животных, которых он когда-либо видел. Когда мальчик стал старше, он стал проводить меньше времени в лесу со своими родителями, но он никогда не терял своей любви к лесу. Каждую ночь он слушал, как волки воют на луну, и улыбался, вспоминая все приключения, которые он пережил в лесу. В конце концов, когда Дмитрий стал достаточно взрослым, он решил поступить в колледж, чтобы найти хорошо оплачиваемую работу. Именно там он познакомился с Элси, молодой девушкой, которая училась в том же колледже, что и он. Они сразу почувствовали влечение друг к другу и вскоре начали встречаться. После окончания колледжа двое молодых людей вернулись в родной город Дмитрия. Вскоре после переезда Элси и Дмитрий поженились, и у них быстро родились двое очаровательных сыновей, которых назвали Джек и Томас. Одним из занятий, которым Дмитрий любил заниматься со своими сыновьями, было водить их на прогулки в лес, как это делали с ним его родители. Однажды зимним днем Дмитрий, Джек, которому сейчас двенадцать лет, и Томас девяти лет гуляли по заснеженному лесу, восхищаясь чистотой белого снега, когда услышали странный звук. Это было похоже на вой, но животное, которое его издавало, явно страдало от боли. Дмитрий велел сыновьям держаться позади него, и все они подкрались поближе на звук. Выйдя из-за деревьев на небольшую поляну, трое мальчиков внезапно остановились. Там, посреди поляны, стоял молодой волк. Казалось, что он только-только вышел из подросткового возраста, но больше всего Дмитрий заметил, что его лапа, казалось, застряла в охотничьем капкане. Животное издавало болезненные звуки, которые разбили Дмитрию сердце. Он подошел поближе к животному, но остановился, когда оно начало рычать на него. Мужчина тихо поговорил с волком и подкрался ближе. Наконец, он оказался достаточно близко, чтобы погладить животное по шерсти, заверив его, что просто хочет ему помочь. Волк перестал рычать и начал лизать руку Дмитрия, очевидно, почувствовав, что человек не хочет причинять ему вреда. Успокоившись, пес позволил Дмитрию осмотреть ловушку. К счастью, это оказался простой капкан, который захлопнулся, когда на него наступили, но животное было явно повреждено, и Дмитрий забеспокоился, что у волка может быть сломана лапа. Сказав своим сыновьям отойти, Дмитрий сделал нечто довольно опасное. Он открыл капкан и выпустил лапу волка. Однако, как только животное оказалось на свободе, оно не убежало сразу же, как предполагал человек. Вместо этого волк продолжал лежать на том же месте жалобно скуля. Дмитрий начал сильно беспокоиться. Понимая, что он не может оставить молодого волка на произвол судьбы, пока тот ранен, добросердечный человек сделал единственное, что пришло ему в голову, он подобрал волка. Томас и Джек были поражены тем, что делал их отец. Разве он не знал, что существо могло убить его простым щелчком челюсти? Несмотря на опасность, Дмитрий был полон решимости помочь ему. Он сказал своим сыновьям, что им всем нужно вернуться домой, чтобы он мог отвезти волка к ветеринару. Удивительно, но волк оставался совершенно неподвижным в руках Дмитрия, когда тот направился домой. После нескольких часов ходьбы Дмитрий, Джек, Томас и волк, наконец, вышли из леса. Дмитрий убедился, что его сыновья благополучно вернулись домой, прежде чем быстро отправиться к ближайшему ветеринару. Дмитрий, с трудом переносивший тяжелое животное так долго, был благодарен, когда, наконец, смог отнести его в приемный покой к ветеринару. Пораженный животным, которое только что поступило в его клинику, ветеринар немного устал, осматривая волка. В конце концов, они, как известно, опасные хищники. Но Дмитрий настоял, чтобы ветеринар осмотрел лапу волка, чтобы убедиться, что с ней все в порядке. Ветеринар согласился и тщательно осмотрел лапу. Все это время Дмитрий говорил волку нежные и ласковые слова, успокаивая его и давая понять, что все будет в порядке. Наконец, ветеринар сказал Дмитрию, что лапа волка ушиблена, но не сломана, и что его можно выпустить обратно в дикую природу. «Но почему он был таким вялым, когда я его освободил?» – спросил обеспокоенный мужчина. Ветеринар сказал Дмитрию, что животное, вероятно, пролежало в капкане пару дней, было сильно обезвожено и проголодалось. Если у него будет немного еды и воды, он сможет вернуться в лес. Дмитрий поблагодарил ветеринара и сказал, что присмотрит за волком на ночь. Вернувшись домой, этот милый человек оставил волка в гараже вместе с едой и водой. Несмотря на то, что до сих пор это существо было добрым к нему, он все еще знал, что оно может причинить боль ему или его семье в любой момент. Увидев своего отца, Джек и Томас спросили его, все ли в порядке с волком. Дмитрий улыбнулся и сказал им, что после небольшого отдыха все будет в порядке. Прежде чем отправиться спать, два мальчика заглянули в гараж, чтобы взглянуть на волка и были поражены его красотой. На следующий день волк почувствовал себя лучше, и Дмитрий воспринял это как хороший знак того, что в лесу ему будет хорошо. Мужчина и двое его сыновей открыли гараж и с безопасного расстояния наблюдали, как волк осторожно выбирается наружу. Прежде чем скрыться за деревьями, волк обернулся, словно желая поблагодарить Дмитрия за помощь. В течение следующих нескольких дней волчицу можно было увидеть недалеко от дома Дмитрия, прямо в лесу. Казалось, что он пока не хочет уходить, но Дмитрий не знал почему. Однажды волка там не оказалось, что заставило Джека и Томаса забеспокоиться. Поскольку их отец был на работе, они знали, что не должны заходить в лес в одиночку, но беспокоились, не случилось ли чего с волком. Итак, два мальчика отправились в лес одни. Пройдя некоторое время, Джек и Томас поняли, что волка нигде не видно. Но, что еще хуже, когда они повернулись, чтобы идти домой, мальчики обнаружили, что не знают обратной дороги. Испуганные тем, что могут застрять в холодном лесу посреди зимы, братья бродили по окрестностям, пытаясь найти дорогу домой. Но по мере того, как солнце клонилось к закату и начинало смеркаться, мальчикам становилось не по себе. Испуганные Джек и Томас присели на бревно и прижались друг к другу, чтобы согреться. Когда они уже почти потеряли надежду вернуться домой, Джек заметил, что с деревьев на него смотрят два блестящих глаза. Он замер. Что на него смотрело? Это было опасно. Что он должен делать? Все эти вопросы проносятся в голове мальчика. Но как раз в этот момент глаза приблизились, и Джек смог разглядеть молодую волчицу, которую спас Дмитрий. Джек осторожно подозвал животное поближе и позволил ему обнюхать свою руку. Как только волк понял, кто эти мальчики, он начал слегка вилять хвостом. Он лизнул руку Джека, прежде чем легонко подтолкнуть его и Томаса локтем. Как только волк привлек внимание мальчиков, он начал пробираться обратно между деревьями, время от времени останавливаясь, чтобы убедиться, что двое детей следуют за ним. Примерно через 30 минут Джек и Томас увидели свет, а также услышали, как их мать и отец зовут их. Счастливые от того, что они дома, мальчики бросились в объятия родителей, которые с облегчением вздохнули. Обняв своих сыновей, Дмитрий посмотрел на деревья и увидел волчицу, наблюдающую за воссоединением семьи. Мужчина был поражен тем, что произошло, ведь волк спас его сыновей, приведя их домой. Дмитрий тихо поблагодарил волка, который, казалось, кивнул ему, прежде чем снова исчезнуть в лесу. Каким-то образом Дмитрий знал, что они больше не увидят молодого волка, но он никогда не забудет то удивительное, что он сделал для него и его семьи. Какой прекрасный момент между такими разными видами. Дайте мне знать, что вы думаете об этой истории в комментариях ниже, и не забудьте поставить лайк и подписаться на новые удивительные истории.